Алые гвоздики и розы он принес к памятнику Устинова не для того, чтобы его поступок оценили или запомнили. Генералу-майору в отставке Василию Сысенко приходилось терять все служивцев, близких и друзей. В День защитника Отечества он, как и прежде, пришел к мемориалу, чтобы вспомнить о людях, которых он больше не увидит, не услышит, с которыми больше никогда не поговорит. Защитник Родины, говорит Василий Васильевич, должен быть примерно таким. Прежде чем Отечество защищать, человек должен его знать и его любить. Иначе он защищать не будет. Любить свою Родину, знать свою Родину, за что он ее любит. И не помышлять ни о каком другом государстве, другой Родине, другом каком-то поступке он не должен. В День защитника Отечества цветы к мемориалам возложили во всех районах областного центра. В торжественной церемонии на площади Славы приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, власти города, представители общественных организаций и жители столицы региона. Наша армия, она великая, сильная и мужественная, потому что нет такого солдата, которого бы другое государство могло победить. Ни один русский солдат ни перед кем не вставал на колени. Он только на колени вставал, когда вставал знамя или получал награду. Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году. Тогда ее назвали Днем Красного Подарка и приурочили к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. Нынешнее название «День защитника Отечества» появилось в 1995 году, а с 2002 день стал выходным официально. Но даже несмотря на погоду и нерабочую среду, к памятным местам шли люди. И все больше молодежи, у которых свои, но справедливые суждения о настоящих героях бесконечного времени. Лично для тебя защитник Отечества – это кто? Какой человек? Обрешение. Я считаю то, что это патриот, который любит свою страну и там, где он родился, и готов защищать. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.